Добрый день! Время новостей в студии Анна Маскаленко. И вот главная тема к этому часу. Учителя будут заполнять меньше отчетов, а при техосмотре перестанут проверять наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя, шумность глушителя и повреждения тормозных трубок. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила и законы. Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Алтайском крае. Мы выяснили, как будут работать избирательные комиссии в этот период и в единый день голосования. Государственный академический театр имени Вахтангова снова приедет с гастролями на Алтай. На сцене Краевого театра драмы будет показан спектакль «Война и мир». Новые законы вступают в силу с 1 сентября. Они коснутся выбора управляющей компании, прохождения техосмотра и работы учителей. Подробности расскажет Елена Самарина. Учителя будут заполнять меньше отчетов. С начала нового учебного года для работников общеобразовательных учреждений создадут четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподавателям заполнять не нужно. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с детьми. Решение о выборе управляющей компании теперь будет приниматься более чем половиной собственников многоквартирного дома. Ранее новую управляющую организацию можно было выбрать лишь четвертью голосов всех собственников. С 1 сентября работники, соискатели и работодатели смогут обмениваться кадровыми документами через портал Госуслуг. Решение о введении в организации электронного документа оборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат. Программы обучения в автошколах обновят с 1 сентября. Теперь при обучении на категорию «Б» увеличится количество часов на практическую подготовку на улице. 18 часов отведут на площадку и 38 на город, вместо 24 и 32 часов соответственно. Разработают новые проекты переподготовки для водителей. К примеру, если у человека есть права на мотоцикл, то получить допуск к управлению автомобилем он сможет по сокращенной программе. При техосмотре перестанут проверять наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя, шумность глушителей и повреждения тормозных трубок. Обновятые формы диагностических карт на автобусы и другие виды транспортных средств. Поправки коснутся автомобилистов, для которых проведение техосмотра осталось обязательным. Бесплатным двухразовым питанием будут обеспечивать детей с ограниченными возможностями. Право на бесплатные обеды получат учащиеся школ и колледжей, которые в них не проживают. Также с 1 сентября люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы смогут бесплатно получить второе, среднее или высшее образование. Елена Самарина, Новости. Сегодня на базе Аграрного университета заработал колледж. Обучаться по программам среднего образования будет около 100 студентов. Какие еще изменения произошли в вузах края, расскажет Дарья Кончина. На базе Аграрного университета заработал колледж. По программе среднего профессионального образования будет обучаться около 100 человек. Пока открыли три направления – ветеринария, агрономия и эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники. Задача первого года обучения – дать им до конца программу общего полного образования школьную для получения аттестата. А ребята будут на следующий год уже заниматься в профильных лабораториях, на кафедрах. Уже используют всю ту материал-хитическую базу, которая предназначена и для программ высшего образования. И будут иметь возможность поступления в вуз без сдачи ЕГЭ. И мы рассматриваем возможность реализации для них сокращенных программ обучения. А для технического университета этот учебный год праздничный. Вузу исполнится 80 лет. К юбилею модернизировали учебный процесс. В университете с этого года появляется цифровой деканат и зачетки. АЛТГТУ уходит от стандартной бумажной версии документов. Мы являемся, я считаю, лидерами по цифровой трансформации учебного процесса. В этом году мы реформировали наши деканаты. У нас не будет в этом году уже зачетки студентов. То есть это новая форма работы студента будет, я считаю, проще. Проще будет преподавателем. Поэтому я считаю, что много будет нового. Юбилейный набор в этом году и в классическом университете. В мае год празднует 50-й день рождения. В этом году университет открыл направление программной инженерии, а также ввел новые традиции. В честь юбилейного такого открытия торжественной линейки у нас вместо зачетки будут показаны песочные часы, как символ времени, которые будут как раз сегодня демонстрировать. Выпускники разных лет, они будут подсыпать туда песок для того, чтобы показывать, как у нас идет время, течет и меняется. Вечером для студентов вузов подготовили концерты на открытом воздухе. Также добавлю, что новый учебный год во всех образовательных организациях края начали с поднятия флага России. Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Алтайском крае. Оно продлится до 10 сентября. Как будут работать избирательные комиссии в этот период и в единый день голосования 11 сентября, рассказала председатель края избиркома Ирина Акимова. Досрочное голосование проходит не в общем режиме работы избирательного участка, не полноценно, целый день, да, а проходит в период, во время определенной соответствующей избирательной комиссии, организующей выборы, и проходит в объеме не менее чем 4 часа, соответственно, и в рабочие дни, как правило, у всех муниципальных образований оно начинается с 16.00. Наблюдать за процессом голосования будут с помощью камер видеофиксации. Их установят на 461 избирательном участке в Барнауле, Бийске, Рудцовске, Новоалтайске и Заринске. Там также будут работать представители Центра общественного наблюдения. В рамках нашего взаимодействия с коллегами из Центра общественного наблюдения избирательная комиссия города Барнаула, а также Алтайского края, безусловно, гарантируют возможность работы с любыми видеоматериалами по запросу Центра общественного наблюдения, а также материалами, отснятыми общественными наблюдателями на площадке любого избирательного участка города Барнаула, ну или Алтайского края в частности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Доступность медицинской помощи начинается с того, как можно подойти к поликлинике. И качественная дорога на свежем асфальте, на хорошем асфальте – это большой плюс к тому, чтобы на пациенты пришли чистенькие, с чистой обувью и ничего себе не сломали по дороге. Поэтому доступность к поликлинике – это один из критериев доступности и первичного звена. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова снова приедет с гастролями в Алтайский край. Об этом журналистам сообщила министр культуры Елена Безрукова. Гастроли театра Вахтангова расписаны на несколько лет вперед. Однако руководство учреждения согласилось пойти навстречу Алтайскому театру в год 85-летия края. По многому к соглашению удалось прийти благодаря дружеским отношениям, завязавшимся в прошлом году, когда оба театра отпраздновали свои вековые юбилеи. После непростых переговоров и решения организационных моментов мы можем теперь сказать, что 3, 4, 5 и 6 декабря на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина будет показан спектакль «Война и мир». Спектакль идет 5 часов с двумя антрактами, но те, кто его смотрел, говорят, что они не думали о времени, а смотрели, не отрываясь на сцену. В Москве билеты на этот спектакль стоят около 15 тысяч рублей. Для алтайского зрителя они обойдутся максимум в 5. Чтобы сделать просмотр доступным, из краевого бюджета выделили субсидии. Кроме того, приобрести билеты можно будет по Пушкинской карте. Добавлю, в спектакли задействованы Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Виктор Добронравов и другие известные артисты. Возрастное ограничение 16+. Книгу Анатолия Муравлева «Неизвестный Алтай. Хроники аномалий» презентовали в Барнауле. Сведения для написания книги Анатолий Степанович собирал на протяжении 40 лет. В итоге получилось больше 3000 страниц. Однако для издания их пришлось сократить до 500. Книга охватывает историю алтайского края за последние 300 лет. Она рассказывает о событиях, происходивших в конкретные дни. «Когда было наводнение, чем оно шревато было, когда были пожары, когда был урожай богатый. Вот как раз в 1972 году, это что, это 50 лет назад, был самый лучший урожайный год, 50 лет назад, полвека назад, собрали 19,9 центера с каждого гектара урожай. Больше, лучше урожая не было». Книгу с удовольствием прочитают все, кто интересуется историей алтайского края. И о спорте. Барнаульские футболисты выбыли из Кубка России. Игроки «Темпа» уступили в гостях Иртышу. А мячи считались явными фаворитами. Команда выступает в ФНЛ-2, а барнаульцы проводили лишь второй официальный матч на профессиональном уровне. Возможно, именно волнение и помешало «Темпу» в начале встречи. Уже на 46-й секунде бордово-оранжевые сфалили в своей штрафной и заработали пенальти, которым воспользовались соперники. На девятой минуте из-за ошибки защитников счет стал 2-0. А в середине первого тайма мячи увеличили преимущество еще на один мяч. Четвертый гол залетел в ворота «Темповцев» под занавес поединка. Таким образом, барнаульские футболисты выбыли из кубковой гонки. И к этому часу у меня все. Напомню нашим телезрителям, что эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katyn24.ru. Не переключайтесь, я желаю вам хорошего дня. А эфир продолжат мои коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok